Дорогие, в этой программе мы поговорим о последнем времени. Я расскажу о том, что несет в себе Антихрист, какие силы тьмы активизированы в его жизни. Я покажу вам, что будет происходить в мире, в котором мы с вами живем. Равин Шнайдер — это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Равин Шнайдер Возлюбленные, меня зовут Равин Шнайдер. Добро пожаловать на программу «Узнавая еврейского Иисуса». Мы продолжаем серию, которую я назвал «Расшифровка книги Откровения». Пусть Бог благословит вас, если сегодня вы впервые смотрите нашу программу. В Библии есть 150 глав, которые рассказывают о последнем времени и возвращении Сына Божьего на землю, которое мы называем вторым пришествием Иисуса. Мы рассматриваем детали этого события. В прошлый раз я остановился на рассказе о том, как на нашей планете поднимется человек, который всем будет казаться благодетелем. Он будет очень харизматичным и объединит людей всей Земли. Люди поверят, что у него есть все ответы для того, чтобы в мир пришел покой и процветание. Меня изумляет то, что человек, о котором я сейчас сказал, упоминается не только в Откровении, но и в деталях описывается в книге Даниила. Послушайте внимательно. Когда ученики Иисуса спросили о конце времени, тогда Иисус ответил им цитаты из книги Даниила. Без долгих раздумий я продолжу с того момента, на котором остановился. И прочитаю восьмую главу Даниила. Те из вас, кто смотрел прошлый выпуск, могут подумать, что это повтор того же послания, но, уверяю вас, это новое послание, в котором я хочу поделиться новыми материалами об антимессии или антихристе. Послушайте Слово Божие. Это Даниил, восьмая глава, с девятого по двенадцатый стих. Даниил описывает мирового правителя. Он говорит о политической фигуре, которая выйдет на арену. И вот что здесь сказано. От одного из них он говорит об увиденных им мировых лидерах последнего времени. Вышел небольшой рок, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, то есть Израилю, «И вознесся до воинства небесного, и не зринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их». Это очень загадочная слава. Как человек может вознестись до небесного воинства? Это не просто человек, это сатана воплотим. Иисус был Богом, облаченным в плоть. Иисус — это стопроцентный Бог и стопроцентный человек. Иисус — это Бог, ставший человеком. Тот, кого описывает Даниил, — это сатана, облаченный в плоть. Он будет человеком, всецело обладаемым и одержимым дьяволом. Прочитаем еще раз. «Он вознесся, не зринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их, и даже вознесся на вождя воинства сего». Я уже говорил, что это Иисус. И отнятым. Вот это уже интересно. Интересно, как говорит об этом антихристе Даниил. Это не совсем человек. У него человеческое тело, но он уже не человек. В нем не осталось ничего человеческого. Он безжалостен. В нем нет абсолютно никаких чувств. Он будет вести себя подобно женщине, которая соблазняет мужчину ради своих корыстных целей. «Простите меня, женщины» — это просто пример, как некоторые играют на чувства в плоти. Представьте себе женщину, которая хочет выйти замуж за очень богатого мужчину. Я знаю, что вы совсем другие, но в мире действительно есть такой тип женщин. Такая женщина находит человека, у которого много денег, и выступает в образе очень соблазнительной, очень любящей и заботливой женщины. Как раз такой, какую искал себе этот богатый человек. Но под этой маской заботы кроется дух и сердце эгоизма. Она просто хочет использовать этого человека. Так и антимессия придет под искусной маской заботы. Но все, что ему нужно, — это занять место Бога в сердцах человечества. «И вознес Сэм до воинства небесного, и не зринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их». Что это означает? Помните, когда Даниил молился, ангел небесный должен был прийти к нему, но не смог. По причине войны в Поднебесе, пока не был выпущен архангел Михаил, чтобы освободить ангела, взятого в плен дьяволом, ответ до тех пор не приходил. В Поднебесе идет война. Если мы ее не видим, не нужно высокомерно думать, что ее не существует. Мы такие маленькие люди, однако очень высокомерные. Мы думаем, что если чего-то не видно в микроскоп, значит, этого нет. Какое высокомерное отношение с нашей стороны. Мы думаем, что если наука чего-то не открыла, этого не существует. Мы выбрасываем Бога из своего понимания реальности. Однако реальность такова. Мы живем на земле, потому что здесь нас посетил Бог. Но это тема для отдельного послания. Я пытаюсь помочь вам понять, что в мире есть и другие существа, помимо людей. Это духовные существа. Если мы их не видим, не нужно высокомерно думать, что их не существует. С нашей стороны это чистые воды высокомерия. Давайте прочитаем, что сказано дальше. Антихрист даже вознесся на вождя воинства сего. И отнята была у него ежедневная жертва. Я уже рассказывал вам об этом на прошлой неделе. И поругано было место святыни его. И воинство предано вместе с ежедневную жертвою за нечестие. Это означает, что по причине нечестия все дойдет до того, что Бог позволит своему врагу обрести силу и завладевать разными вещами. Послушайте еще раз. И воинство предано вместе с ежедневную жертвою за нечестие. Бог допустит это из-за греха. И он, это существо, этот человек, одержимый дьяволом, повергая истину на землю, действовал и успевал. Поясню этот стих. Почему из-за нечестия Бог позволит этому произойти? Почему, к примеру, прекратится ежедневная жертва? Потому что Библия говорит, что Иисус не сможет вернуться, пока Антихрист не проявит себя в полной мере. Это часть Божьего плана. Бог позволит всему этому происходить, потому что в результате грех достигнет своего пика и поднимется Антимессия. Когда поднимется Антимессия, Иисус вернется, поразит его, уничтожит и установит свое царство. Он очистит землю от греха и будет править миром. Это будет мир праведности. Но Иисус не сделает этого, пока не откроется Антихрист. Суть в том, что Бог сделает все, что возможно. К этому моменту все люди, готовые принять Иисуса, уже примут Его. Остальные ожесточатся настолько, что уже не будут способны принять Божью благодать. Бог позволит сатане процветать для того, чтобы затем уничтожить его и явить свою славу. Мы читаем об этом в 9 главе Послания к Римлянам. Там, где Бог сказал фараону, «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою». Бог поставил фараона и ожесточил его сердце, хотя оно и прежде было жестоким. Бог не ожесточил сердце невинного человека. Бог ожесточил и без того жестокое сердце. Бог сказал, «Ради того я и поставил тебя». То есть, сделал этого человека фараоном и ожесточил его сердце, потому что хотел явить свою славу, совершая чудеса. Каждый раз, когда фараон противился Богу, Бог творил новое чудо. И весь мир узнавал о Боге, слыша о чудесах, которые Бог сотворил в Египте, чтобы спасти еврейский народ. Порой Бог позволяет злу подняться, поскольку у него есть цель – явить свою славу. Именно об этом мы читаем в 8 главе Даниила. Бог позволяет Антихристу процветать, поскольку только после того, как Антихрист проявит себя, Бог сможет прийти, поразить его и утвердить свое царство. Вернемся к нашей программе. Давайте прочитаем дальше. «И воинство предано вместе с ежедневною жертвою за нечестие. И он, повергая истину на землю, действовал и успевал». Первое, что мы видим, Бог позволил Антихристу прекратить ежедневную жертву. Другими словами, Бог позволит дьяволу и многочисленным силам тьмы, которые проявятся вместе с Антихристом, преуспеть в том, чтобы остановить поклонение истинному Богу на земле. Конечно, избранные по-прежнему будут поклоняться Богу и любить Его. Но эти избранные будут составлять очень малую часть населения. Это остаток. Мы уже видим, как это происходит во всем мире. Пламя любви к Иисусу, по большей части, затухло во многих прежде живых церквях Европы. Мы видим, как это происходит в основных церквях по всему миру. Если вы являетесь частью такой церкви, вы тоже наверняка заметили, что эти церкви вымирают. Молодые люди не поддерживают это пламя. Те, кто сегодня называет себя христианами, а сегодня таких очень много, не любят Иисуса всем сердцем и не посвятили себя Ему всецело. Они одной ногой стоят в мире, а другой в церкви. Многим из них нравится музыка поклонения. Им нравится ощущение энергии поклонения. Но когда дело доходит до ученичества, когда дело доходит до хранения себя в чистоте, когда дело доходит до десятин, это не для них. Есть тот остаток, в котором по-прежнему горит огонь для Иисуса. Но в целом сообщество, посвященное христиан, сокращается. И антимессия заменит почитание, поклонение и любовь к единому истинному Богу поклонением себе. Кто такой антихрист? Это Бог, который поклоняется себе. Он думает только о себе. «Посмотрите на человечество сегодня». Большинство из них не поклоняется Богу и Творцу всего. Чаще всего они поклоняются себе. Мы видим, что речь идет не только о разрушении третьего храма. Это будет разрушение библейской идеологии, которая ставит Бога в центр всего. Библия говорит о том, что Бог — источник всего. Павел пишет, что все от Него, через Него и для Него. На троне всей вселенной правит Агнец. Мы читаем в книге Откровения, что все творение поклоняется Богу и Агнцу на троне. Бог в центре всего. Но сегодня мы убираем из своей жизни то, о чем писал Даниил. Отказываемся от жертвы, от поклонения, от святилища. Так уничтожается идеология поклонения истинному Богу Библии. Истинный Бог Библии заменяется идеологией из сердца сатаны. Идеологией поклонения самому себе. Я хочу помочь вам понять масштаб этих событий. Представьте себе мерзость запустения, о которой говорил Даниил. Те из вас, кто много изучает тему последнего времени, знают, что в Иерусалиме будет построен третий храм. А анти-мессия вас сядет в этом храме и потребует, чтобы ему поклонялись как Богу. Но хочу напомнить вам, что мы говорим не только о третьем храме. Мы говорим о целой системной идеологии, противоположной идеологии Слова Божьего. К примеру, каков сегодня образ мышления западного мира? Не упоминать в общественных местах о десяти заповедях, никаких молитв в общеобразовательных школах. Если в средней школе, перед соревнованиями, вы молите своими Иисуса, вам непременно предъявят обвинение. Дорогие, это совсем другой мир. Атмосфера на нашей планете уже не пропитана атмосферой небес, как это было раньше. Сегодня мы живем в другом мире. Даниил упоминал об этом, когда написал, что маленький рог повергнет истину на землю. Затем этот рог попытается занять такую позицию, чтобы люди поклонялись ему. Я приведу вам пример. Среди традиций иудаизма есть праздник под названием Ханука. О нем можно прочитать в 10 главе Евангелия от Иоанна. Здесь мы читаем, что Иисус находился в храме во время праздника обновления. На иврите слово «обновление» звучит как «Ханука». Что же это был за праздник? Что праздновал Иисус в 10 главе Иоанна? Что празднуют сегодня евреи во время Хануки? Дорогие, они отмечают историческое событие. Какое именно? В 167 году до н.э. был правитель по имени Антиох IV Эпифан. Он завоевал большую часть Израиля, а затем вошел в храм и превратил его в место поклонения Зевсу, где ему приносили в жертву свиней. Этим он осквернил храм. Затем Антиох IV Эпифан потребовал поклоняться ему. Он был схож с Антихристом. Каким-то образом, этот мировой лидер создаст на Земле такую атмосферу, когда поклонение Богу будет упразднено, и вместо этого людям нужно будет превозносить его. Примерно того же требовал и Гитлер, если вы вспомните... Давайте откроем 2-е послание к Фессалоникийцам, 2-ю главу, и посмотрим на 3-й и 4-й стихи. Павел пишет о возвращении Господа и о том, что будет происходить прежде этого возвращения. Он пишет о том же, о чем я сейчас рассказал вам. Пожалуйста, послушайте Слово Божие. «Ибо день тот не придет», то есть день возвращения Христа, «доколе не придет прежде отступление». А что это за отступление такое? Это отступление от Бога. «Ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. И не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыня. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Мы видим, что это будет человек, одержимый дьяволом. Он хочет, чтобы ему поклонялись, потому что завидуют, когда люди поклоняются Богу, поэтому он и был сброшен с неба. Мы читаем об этом в Ветхом Завете, в Танахе. Сатана, или, иначе говоря, Люцифер, был сброшен с неба, потому что превозносил себя и пытался занять место Бога. Мы читаем об этом в книге Исаии, 14 главе, с 12 стиха. Как видите, о сатане много говорится в Ветхом Завете. Слово Божие говорит нам так, «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравшей народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо». То же самое мы только что читали во втором послании Фессалоникицам. «Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Вы видите это стремление вознестись, как Всевышний. Мы видим тот же дух в человечестве. Откуда в человеке появилась склонность превозносить себя? Она пришла от сатаны, упавшего с небес, который действует в жизни людей. Он сполна проявит свои стремления в антимессии, который станет просто воплощением сатаны. Отнеситесь к этому серьезно. Это реально. Именно так и будет. Это время очень быстро приближается. Нам нужно подготовиться, чтобы устояться. Хорошая новость в том, что ни высота, ни глубина, ни прошлое, ни настоящее, ни будущее не сможет отлучить нас от любви Бога. Мы больше, чем победители. Но, подобно тем пяти девам, которые готовились, нам тоже нужно быть готовыми, чтобы выстоять, когда мы столкнемся с тем, что будет происходить в ближайшем будущем. Сегодня. На земле все происходит очень быстро. Я призываю вас быть стойкими. Последние слова Иисуса звучали так. Я приду скоро. Дорогие, готовьтесь. Иисус придет за нами очень и очень скоро. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельства». Спасибо вам! Спасибо, Равин, за вашу верность и любовь к Господу и Спасителю Иисусу Христу. Я вижу и ощущаю ее, когда смотрю вашу программу. Вы искренне говорите и учите, поэтому для меня честь называть вас своим братом в Мессии Иисусе Христе. С любовью и уважением, пастор из Калифорнии. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня. И мы хотим помолиться за вас. Присылайте свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Ведь поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в Его построении Царства. Спасибо вам! И пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость. Тысячу лет назад Бог сказал Моисею и Аарон, произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них. Он дарует вам свое имя и продолжит по-новому благословлять вас. Да озарит вас Господь светом лица своего и будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое и да дарует вам свой мир, свой совершенный шалом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да озарит вас Господь светом лица своего и будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое и да дарует вам свой мир, свой совершенный шалом. Многие из вас чувствуют сейчас нечто таинственное. Иисус стучится в двери вашего сердца. Он любит вас. Он хочет войти и жить в вас. Для этого вам лишь нужно сказать, Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи. Я верю, что ты умер на кресте за меня, поэтому я прошу тебя, войди в мое сердце и поселись в нем навсегда. Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за Ним, то Он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас, воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. В следующей программе мы изучим слова Иоанна о том, что сейчас в мире уже много антихристов. Несмотря на то, что будет только один главный антихрист, я покажу вам, дорогие, что дух антихриста уже действует в жизни многих людей сегодня. Многие из вас пережили прикосновение Святого Духа, пока Равин Шнайдер проповедовал Слово Божье. Я хочу сказать вам, что мы женаты уже более 30 лет, и за все эти годы я видела суверенную руку Божью на моем муже. Много лет назад он получил видение, в котором Дух Божий прошел через него со словами «Я слуга». И вот уже многие годы я наблюдаю за тем, как Дух Божий использует его как свой сосуд, чтобы говорить через него и призывать людей со всего мира к Богу. Если во время проповеди Равина Шнайдера вы тоже пережили прикосновение Святого Духа, то вы тоже стали свидетелями того, что Равин является Божьим слугой, слугой Святого Духа. Мы с Равином хотим пробежать этот забег до самого конца ради его царства и его славы. Друзья, время уже на исходе, и Слово Божье должно распространяться быстро. Если вы будете партнером этого служения, то тем самым вы будете помогать нам нести Слово Божье по всему миру и оснащать святых на дело служения, пока не придет Иисус. Спасибо за вашу материальную и молитвенную поддержку этого служения, чтобы мы могли влиять на мир ради славы Иешуа. Я надеюсь, вас благословила сегодняшняя программа, а сейчас хочу дать вам еще одну большую возможность – возможность давать. Иисус сказал блажение – давать, чем принимать. Давай мы отражаем природу Христа, потому что Бог по своей природе – даятель. Он так сильно полюбил нас, что отдал своего единственного Сына. Если вы верите в Меня и в эту программу, то откройте свое сердце Духу Святому и дайте столько, сколько Он побуждает вас дать. Я вам обещаю, делая это, вы будете преображаться в образ Христа и будете благословлены за свое послушание Богу. Спасибо вам за вашу финансовую поддержку. Благодаря ей эта программа до сих пор выходит в эфир. Будьте обильно благословлены. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните по номеру 777-7835 или отправьте СМС со словом «Равин» на номер 4537. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень, чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Смелая и вдохновляющая, простая и ясная. Эта книга «Откровения» расшифрована. От Равина Шнайдера, у которого более 40 лет опыта в изучении Ветхого и Нового Завета. Вас ждет захватывающее путешествие, в котором вас будет направлять призма еврейских пророков. Откройте ответы на древние загадки и скрытые ключи, которые повлияют на вашу жизнь сегодня. Примите Божие благословения. Книга «Откровения» расшифрована. Приобретите свой экземпляр сегодня, позвонив по номеру, который видите на экране или на нашем сайте. Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровения сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.